Добрый день! Сегодня обзор о том, как заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы. И этот обзор будет предназначен именно для начинающих. Ситуация в чем, когда начинающий покупает аккумулятор на 12 вольт, то обычно он сразу же в магазине находит и зарядки для 12 вольтовых аккумуляторов. Но сложности приходят именно когда покупается, допустим, аккумулятор на 6 вольт. Тогда становится вопрос, как же его заряжать? Давайте разберем. Каждый аккумулятор имеет свою маркировку. Или на самом аккумуляторе, или в инструкции. Итак, как мы здесь видим, здесь написано циклическое использование и резервное использование. С разным диапазоном напряжения. Для чего это? Циклическое использование, это когда вы используете данный аккумулятор, допустим, в игрушечной машинке, или в пылесосе, или где-то на какой-то станции. То есть вы его зарядили, поставили, разряжается во время эксплуатации и опять переносите к зарядному устройству. Тогда для 6 вольтового аккумулятора вам необходимо будет выставить диапазон напряжения от 7,2 до 7,5 вольт. Резервное использование. Резервное использование, это когда ваш аккумулятор используется в качестве резервного источника питания. Например, как в УПС. То есть когда все потребление идет от энергосети, но в случае пропадания его, потребление начинает идти от аккумулятора. Итак, достаточно ли будет купить простого блока питания? Нет. Сразу ответ нет. Почему? Потому что кроме напряжения нам необходимо еще и установить ограничение потоп. Например, для этого 6 вольтового аккумулятора нам необходимо будет ограничение выставить в 1,5 А. Для 12 вольтового в 1,2 А. То есть у нас получается нам необходим блок питания или какой-то источник питания, на котором мы можем выставить значение, которое попадает в необходимый нам диапазон для 6 вольтового, допустим, или для 12 вольтового, здесь 14,5-14,6 Вольт. И ограничение потоку. Как это сделать? Самый простой, наверное, вариант – это приобрести вот такой вот модуль на Али, где вы можете подключить любой, допустим, блок питания, который имеет значение напряжения выходное выше, чем необходимое нам, и, грубо говоря, на другие клеммы подсоединить уже к самому блоку питания, то есть плюс к плюсу, минус к минусу. То есть, как мы видим, здесь вот есть Аут, Аут плюс – это красный, Аут минус – это черный. Но перед тем, как подсоединять, мы все-таки выставляем с помощью переменных резисторов необходимое нам напряжение. И далее, чем преимущество этого блока, здесь есть же регулятор ограничения тока. Для этого мы выставляем 1,5, для этого 1,2, а точнее это максимальный ток. По лучшим практикам и, в принципе, как принято, то выставляют 10% от емкости. Здесь у нас 5 Ач. То есть, нам надо поставить 0,5 А. В этом аккумуляторе у нас 4 Ач. Значит, мы выставляем ток заряда 0,4 А. Выставив данный ток заряда, мы можем начинать заряжать аккумулятор. Более сложные варианты и для любителей попаять – это мы можем использовать LM317, всем известный стабилизатор, или L200SV, тоже линейный стабилизатор с возможностью выставления напряжения и ограничения потоку. В следующих видео я буду делать зарядное устройство на LM715 и покажу шаг за шагом, как создавать чертежи в EagleCAD. Вот, создадим плату, спаяем наш первый макет и произведем заряд. Теперь, когда мы, допустим, смогли подключить наш источник питания и начать заряжать аккумуляторы, сколько времени необходимо? В основном необходимо порядка 10-12 часов для зарядки. Если у вас есть амперметр, то вы можете его поставить в разрез цепи. Таким образом вы увидите, что когда заряд подходит к концу, у вас потребление будет падать и постепенно-постепенно снижаться. В следующих видео я поставлю в разрез сети амперметр, поставлю вольтметр и мы снимем полностью все графики заряда для 6-ти вольтового и для 12-ти вольтового аккумулятора. И рассмотрим все этапы их незарядки. На этом все. Если понравилось видео и хотите увидеть, допустим, дальнейшее его развитие, ставьте лайки или пишите о этом комментарии. На этом все. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok